Всем привет! Вы на канале Ната Лайф и я рада приветствовать вас у себя в гостях. Друзья, сегодня приглашаю вас на очередную прогулку по моему любимому городу Тбилиси. Мы с вами отправимся гулять по главному проспекту города, проспекту Шотару-Ставейны. Итак, одевайте удобную обувь и отправляемся на прогулку. Погнали! Я решила начать сегодняшнюю прогулку со станции метро Руставейны. Выйдя из метро, вы сразу же увидите памятник, посвященный грузинскому поэту Шотару-Ставейну. И небольшой милый фонтан возле него. Здесь же уютно расположилось здание Макдональдса. Кстати, это первый Макдональдс, который открылся в Тбилиси. И я помню, какие сумасшедшие очереди надо было отстоять, чтобы отведать гамбургер или картошку фри. Макдональдс в те времена приравнивался к хорошему, шикарному ресторану. Далее вам бросится в глаза вот это помпезное здание с башней. Это Академия наук. Построено это здание в сталинском стиле. В нем располагается не только Академия наук, но и Дом кино, банк и другие общественные заведения. Перед Академией прямо на ступеньках расположились торговцы с сувенирами. А если пройти через арки во внутренний дворик, то там вы наткнетесь на небольшое здание. Это заброшенная нижняя станция канатной дороги, ранее ведущая в парк Тадзминда. Я помню эту канатную дорогу лишь в своем далеком детстве. Канатка перестала функционировать после катастрофы в 1990 году, когда в результате обрыва троса две кабинки рухнули на землю с 20-ти метровой высоты. К сожалению, погибло около 20 человек и огромное количество людей получило тяжелые травмы. С тех пор канатная дорога была заброшена, и вот в прошлом году ее решили восстановить. Там начали строительные работы, и канатную дорогу обещают в скором времени снова запустить. Напротив Академии наук расположилось не менее интересное здание – доходный дом Мелика Азарянца. Этот огромный дом выделяется не только внушительными размерами, но и экстравагантной архитектурой. Построен он купцом первой гильдии и владельцем нефтяных месторождений Александром Меликом Арамянцем. Он входил в правление благотворительного общества и не жалел денег на строительство больниц, школ и церквей. Судьба была к нему жестока. Он потерял любимую дочь, которая умерла в возрасте 22 лет. Безутешный отец бросил все свои силы на строительство роскошного дома, чтобы хоть как-то отвлечься от горя. У здания очень глубокий фундамент, окруженный светцовым каркасом, чтобы подземные воды не могли его размыть и разрушить. После революции здание было национализировано, а сам Мелика Азарянц, не успевший уехать из страны, был лишен всех своих средств и остаток жизни, прожил в нищете, в маленьком полуподвальном помещении. Вот такая вот грустная история у этого дома. А это зеркальное здание, которое вы сейчас видите, в странной необычной форме, многим напоминающая ключ, это шикарный отель Билдмор. Вообще на проспекте Руставели очень много интересных зданий, и у них у всех есть своя история. А это, друзья мои, Тбилисский государственный театр оперы и балета имени Закария Палиашвили. Здание построено в мавританском стиле. Спроектировал его знаменитый итальянский архитектор Антонио Скудиери, а расписана она знаменитым русским князем и художником Григорием Гагарином. Ребята, смотрите, какой интересный фонтанчик. Такие балерины, кружащиеся в фонтане. Красота, правда? В 20 веке театр находился в упадке, так как у государства не было средств на его финансирование. Однако в 2003 году государство стало спальсировать театр, провелись ремонтные работы, появились новые костюмы и декорации, и театр вновь расцвел и радует жителей и гостей города замечательными постановками по сей день. Друзья, хочу показать вам еще одно очень интересное местечко. Для этого мы с вами свернем направо и поднимемся на улицу Грибоедова, 22. Там находится здание Тбилисской академии художеств. Построено оно в середине 19 века. Ранее это был дворец тифлисского купца Аршакуни. Ранее это был дворец тифлисского купца Аршакуни. На втором этаже здания есть уникальные залы с расписными стенами. И сложенными из осколков стекла и зеркал потолками, гипсовые орнаменты и витражи с восьмиконечными звездами. Первоначальный владелец хотел, чтобы его дворец объединил все лучшее, что, по его мнению, когда-либо существовало в архитектуре и дизайне. Войдя в эти залы, вы будто бы попадаете в замок Снежной королевы, а затем во дворец к Шаху. Место очень колоритное и интересное. Я бы сказала, даже волшебное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В залах также представлены современные работы студентов, сделанные из стекла. Особенно меня впечатлил макет старого города. Это просто чудо какое-то. Это район старых бань, обанутую бань. Полностью сделан из цветного стекла. Ну, красотища! Я прямо глаз не могла оторвать. Все рассматривала и рассматривала его со всех сторон. Субтитры создавал DimaTorzok Цена не маленькая, по мне даже дороговато. По понедельникам этот мини-музей закрыт. А эта чудесная граффити находится на соседнем здании от Академии. По ней, кстати, можно легко найти и саму Академию. Ну, что же, снова возвращаемся на проспект и идем гулять дальше. Смотрите, друзья, какая забавная композиция. Саксофонист, проходящий сквозь стену. А это, ребята, Национальный театр имени Шотару Ставели. Самый большой и один из старейших театров города Тбилиси. Большинство спектаклей проходят здесь на грузинском языке. Рядом с театром расположилась еще одна гостиница «Мариотт». Этот пятизвездочный отель в самом центре города расположился в элегантном здании начала 20 века. Отель отличается уникальным дизайном и оригинальной изогнутой формой. И по праву считается архитектурной достопримечательностью. Рядом находится голубая галерея. Я вам ее уже показывала и рассказывала о ней. А за зданием художественной галереи расположился шикарный Александровский парк. А это, ребята, Художественный музей Грузии. О нем я тоже вам уже рассказывала. Напротив него находится здание парламента. Я решила перейти на другую сторону проспекта и вновь вернуться к станции метро «Руставель». Здесь я пропустила перейти на другую сторону проспекта. Я пропустила еще одно здание, в котором расположился музей современного искусства имени Зураба Церетель. Здесь вы найдете причудливые скульптуры, картины и работы художника, выполненные в технике объемной эмали. А это, ребята, задний дворик музея. Вот такая интересная композиция здесь расположилась. Пройдя до конца проспекта, мы с вами попадаем на площадь республики. Здесь у нас расположился еще один шикарный отель. Рейдзсон, Блу и Верри. Главной достопримечательностью площади является скульптура огромного велосипеда. Перейдя через площадь, мы вновь окажемся у метро «Руставели», откуда и началась наша прогулка. Друзья, надеюсь, вам понравилась моя экскурсия и вам было интересно со мной. Всем приятного вечера и хорошего настроения. Ну, а мы с вами увидимся очень-очень скоро в следующем видео. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!